Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметкин и Нумизмата! Продолжаем наши беседы о золотых монетах. Мы на прошлых наших беседах говорили о изменениях орлов на золотых монетах Российской империи. Сегодня поговорим немножечко о портретах, точнее даже не совсем о портретах, а о некоторых малоуловимых деталях, которые тем не менее существенно влияют на редкость монеты, ее ценность, стоимость и конечно же желаемость этой монеты в коллекции. Мы сегодня поговорим о пятирублевых монетах Александра Третьего. Именно с 1886 года до золотых и серебряных монетах стали изображать на аверсе портрет императора. Эта традиция уже осталась неизменной до конца существования Российской империи. Сам дизайн монет фактически не менялся, менялся лишь портрет. При Александре Третьем известно несколько вариантов портретов на золотых и серебряных монетах, при Николае Втором много вариантов портрета, ну и конечно же время чеканки этих монет тоже существенно дольше. Тем не менее изображение или портрет на золотых монетах небольшой по размеру и отличия в портрете, выраженные в основном размерах портрета или длине бороды видят достаточно серьезно разбирающиеся в этом специалисты, которым вообще это интересно. Для большинства коллекционеров, пожалуй, принципиально некоторые отличия портрета монет ранних 1880-х годов или поздних 1890-х, к тому же в основном гораздо более дорогих. И есть, пожалуй, одна важная деталь, встречающая на нескольких монетах, в том числе и на самых популярных, самых массовых монетах Пятирублевых Александра Третьего, монетах 1889 года. Кроме обычного, привычного нам варианта, есть вариант с дополнительными инициалами АГ на срезе шеи государя императора. И именно такой вариант монет в 1889 году встречается очень редко. При подборе себе, ну, наверное, первой коллекции золотой монеты Александра Третьего в связи с ее доступностью, именно Пятирублевой, стоит обращать внимание на вариант с буквами АГ редкий или без дополнительных букв АГ на срезе шеи, более распространенной. Важно также сказать и отметить то, что именно монеты с буквами АГ на срезе шеи, к сожалению, волей судьбы, стали самыми подделываемыми золотыми монетами Александра Третьего. Ну, указываются различные места подделки, могут существовать разные версии, возможно, действительно в разных местах их делают, но делают достаточно качественно. И в связи с тем, что у начинающих собирать такие монеты коллекционеров образцов для сравнения нет, а качество подделки весьма высокое, именно монеты с дополнительными буквами АГ на срезе шеи стали очень часто попадать в коллекции, и потом, конечно же, это вызывает многочисленное расстройство у коллекционеров, купивших монету недешевую и обманувшихся. Но, обращая внимание, монета оригинальная всегда имеет характерное почти зеркальное поле и высокий четкий рельеф, объемный рельеф как надписи, так и портрета и орла. Несколько матированный вариант портрета. Всегда обращайте на это внимание, если не можете видеть другие варианты отличия, хотя, конечно же, такие монеты можно отличить и по цвету, и по характеру выработки, и по особенностям гуртовой надписи, содержащей некоторые неправильные изображения букв, гуртовой надписи, о чем мы отдельно, конечно, сегодня говорить не будем. Из-за массовости подделки даже было распространено такое мнение, что монеты с дополнительной АГ на срезе шеи ну и желаю вам тоже, конечно же, заполучить в коллекцию такую монету, относительно редкую и очень красивую. Смотрите наш канал, обращайтесь с вопросами, всегда можно поконсультироваться у специалистов. Желаю вам приобрести такую монету, иметь ее в коллекции и в случае необходимости всегда найти надежных консультантов среди специалистов, выступающих на канале Заметки Нумизмата. Подписывайтесь, ставьте лайки.